Иван Сергеевич Тургенев Заслуженный деятель искусств Калинин Евгений Тихонович Суслов Судья Народный артист Республики Кудрявцев Антон Семенович Алубкин Сосед-помещик Народный артист Республики Готовцев Мирволин Бедный сосед-помещик Артист Шавыкин Ферапонт Ильич Беспандин Помещик Народный артист Республики Жильцов Анна Ильинична Каурова Сестра его, вдова Народная артистка Советского Союза Шевченко Порфирий Гнач Нагланович Становой Артист Антонов Герасим Камердинер Балагалаева Артист Шутов Действие происходит в имении Балагалаева Театр представляет столовую В середине выход Направо кабинет Окна позади В стороне накрытый стол с закуской Герасим хлопочет около стола Входит помещик Мирволин Здравствуй, Герасим Как поживаешь? А что, Николай Иванович еще не выходил? Здравствуйте Где это вы взяли лошадь? А что, ведь не дурна лошаденка Мне за нее вчера 200 рублей предлагали Кто предлагал? Купец из Карачева предлагал Так что же вы не отдали? Ну, зачем отдать? Самому нужно Ай, братец Дай-ка рюмочку Смерть что-то в горле, знаешь Того Так ведь и жара при том Это ты к завтраку накрываешь? А то к обеду, что ли А, сколько приборов Разве кого ждут? Очевидно, ждут А не знаешь, кого? Не знаю Говорят, быт-то Беспандина с сестрой мирить хотят Так вот, разве по этому случаю? Эй, неужели? А что ж и хорошо Надо же им покончить поделиться Ведь это, наконец, срам А правда ли говорят, что Николай Ивановичу Беспандина Хотят рощу купить? А Господь тех знает Ах, вот бы леску-то попросить Ну-ка, другую рюмочку, Герасия А что? Верно, горло все Да, брат, что-то саднет Нижайшее мое почтение, Николай Иванович А, здравствуй, здравствуй Ну, как ты? Слава богу, Николай Иванович, слава богу, как вы в своем здоровье Я ничего Я ничего В городе был? Как же с был? Но, впрочем, ничего-с Купца селедки на третьего дня паралич хватил Да ему и не в диво Да, стряпчий, говорят, вчера свою супругу опять того-с В самом деле Экой неугомонной Журавлёва, доктор, виделся Вам планицу приказал Мерси Петра Петровича Пихтельева в новой коляске встретил Да Знать, куда в гости собрались С лакеем и на лакее шляпа новая Угу Он сегодня у меня будет А что, у него коляска хороша? Как вам сказать? Нет, по-настоящему не хороша Фигуры точно берет, а в сущности нет Я не знаю, она мне не нравится Как можно сравнить с вашей коляской? Ты думаешь? Она на лежачих? Да на лежачих-то она на лежачих Да что в том-то Помилуйтесь Больше для важности Они это любят, поважничать-то Они, говорят, опять намерены баллотироваться В предводители? Точно так-с Что ж, пожалуй, опять на вороных изволят прокатиться Ты думаешь? Впрочем, Петр Петрович, я должен сказать, весьма почтенный человек во всех отношениях И совершенно заслуживает И совершенно заслуживает Конечно, с другой стороны, лесное внимание дворянства Выпей-ка водки Покорно благодарю А что? Разве уж пил? Никак нет Не то что пил, а так что-то грудь Здорово, здорово, выпей, выпей Кто-то приехал А Лупкин, господин, приехал Кто бишь это? А Лупкин? Ну, проси А ты займи его, пожалуйста Я сейчас Слушаюсь Здравствуйте Нижайшее мое почтение Николай Иванович Балагалаев сейчас пожалуется Не угодно ли пока присесть? Покоричу благодарю Постоинцы А позвольте узнать, с кем имеешь честь? Мерволин Помещик Здешний житель Может быть, слыхали? Никак нет Не слыхал Прочим, очень рад случаю А позвольте узнать Вам Балдашова Татьяна Семёновна родственница? Никак нет Это какая Балдашова? А Тамбовская помещица, вдоваса А-а-а Тамбовская? Да-а, Тамбовская, вдоваса А позвольте узнать Вам здешний истановой пристав знаком? Порфирий Игнатьевич? Да-а-а Ещё вы старинный приятель Величайшее бестие Какое только есть на свете Вы меня извините Я человек откровенный, солдат Я привык выражаться прямо Без обиняков Надо вам сказать Не угодно ли вам чего-нибудь закусить здоровье? Покоричу благодарю Надо вам сказать, что я в здешних краях поселился недавно А до сих пор жил больше в Тамбовской губернии Но получив после покойницы жены в наследство 52 души В здешнем унике А где именно, позвольте узнать? А сельцо Трюхина в пяти верстах от Большой Воронежской дороги А-а-а Знаю-знаю Хороший именец Да дрянь совершенно И один песок И так, получив наследство после покойницы жены Я почёл за благо переселиться сюда Тем более, что у меня в Тамбове дом, с позволения сказать, просто развалился Вот с ней и переселился И что же, ваш Становой уже успел повредить мне самым неприличным образом Скажите, как это неприятно Нет, позвольте, позвольте Другому бы ничего У меня же ведь дочь Екатерина Вот что прошу рассудить Да, но я надеюсь на Николай Иванович Хотя я всего два раза имел удовольствие их видеть Но я столько наслышался об их справедливости Да вот они и сами Здравствуйте, Николай Иванович Мне очень приятно Прошу присесть Благодарю вас Я помню, ты имел удовольствие видеть вас у почтенного Афанасия Матвеевич Точно так Ведь вы, кажется, недавно стали нашим Недавно, то есть, в наш уезд переехали Точно так Но я надеюсь, вы не будете раскаиваться Фух, жаркий день какой сегодня Да, Николай Иванович Позвольте старому солдату объяснить с вами откровенно Сделать одолжение Что такое? Николай Иванович Вы наш предводитель Николай Иванович Вы, так сказать, наш второй отец Я сам отец, Николай Иванович Я, поверьте, слишком хорошо знаю Слишком чувствую Это мой долг Притом лесное внимание и дворянство Говорите, что такое? Николай Иванович Ваш становой первый плут Однако вы сильно выражаетесь Нет, позвольте, позвольте Вы благоволите выслушать У соседнего мужика Филиппа Мой мужик якобы козла украл А позвольте узнать На что мужику козел? Нет, вы мне скажите На что мужику козел? Да и, наконец, почему же именно Мой мужик этого козла украл? Почему не другой? Какие доказательства? Положим, даже точно Мой мужик виноват Так я-то что? Я-то зачем отвечать должен? Меня-то зачем беспокоить? Что ж, после этого Я за всякого козла отвечать буду? И становой мне правит рубить? Помилуйте Он говорит Козел на вашем скотном дворе Отыскался Да провалился он совсем Своим козлом-то Николай Иванович Тут дело не в козле А в приличии Позвольте, я признаться Хорошенько не понимаю Вы говорите Ваш мужик украл козла? Да нет Это не я говорю Это становой говорит Ведь кажется На то есть законный порядок Я, правда, не знаю Почему вам угодно было Обратиться ко мне Да кому же Николай Иванович Вы извольте рассудить Я ж старый солдат Я обиду получил Честь моя страдает А становой говорит И самым этот Неприличным образом Дискать И не о вас Но помилуйте Евгений Тихонович Приехать изволь Извините, пожалуйста Люсь Евгений Тихонович Милости просим Как вам в своем здоровье? Хорошо Хорошо, спасибо Господа Честь имею Наша вам Евгений Тихонович А, здравствуйте А что ваша супруга? Жива Фу Экая жара Если бы не к вам Николай Иванович Ей-богу С места не тронулся Спасибо Спасибо Не угодно ли? Вы, извините Как вас по имени и отчеству? Антон Семенов Любезный мой Антон Семенович Вы мне после Изложите ваше неудовольствие А теперь вы видите Сами я Ну я с своей стороны Поверьте Особо я обращу внимание Будьте покойны Вы с Евгением Тихоновичем знакомы? Никак нет Вот позвольте вам представить Судья наш Благороднейший человек Во всех отношениях Душа открытая Почтеннейший человек Евгений Тихонович Чего? Позвольте познакомить вас С новым жителем нашего уезда Алубкин Антон Семенович Новый помещик А мне чрезвычайно приятно Вы откуда к нам? Из Тамбовской губернии А У меня в Тамбове родственник живет Пустейший человек Впрочем, в Тамбове ничего Город хороший Город точно ничего Ну, а что же наши голубчики? Они, пожалуй, и не приедут вовсе Нет, этого я не думаю Меня уж и то удивляет, что их до сих пор нет А они должны были первые приехать А что, как вы думаете? Мы помирим их? Должно надеяться Я и Петра Петрович пригласил Кстати Позвольте обратиться к вам с просьбой, Антон Семенович Вы можете помочь нам в деле Которое, так сказать, равно касается до всех дворян Так Здесь есть у нас один помещик, Беспандин И хороший, кажется, человек А сумасброд То есть не то, чтобы сумасброд Ну, кто его знает У Беспандина сестра Каурова, вдова Женщина, по правде сказать, до крайности бестолковая Упрямая Ну, впрочем, вы ее сами увидите Это у них в роду с Николаем Ивановичем Ихняя матушка покойница Пелагея Осеневна Еще того хуже была Говорят, молодых ли так будете Кирпичем нагло упал Так можете от этого Может быть Может быть, потому природа Так вот Между этим Беспандиным и его сестрой вдовой Кауровой Третий год идет распоря по случаю дележа Тетка их родная Им обоим по духовному завещанию имение оставила Имение, заметьте, благо приобретенное Ну, не могут поделиться, хоть ты тресни Особенно сестрицы Просто ни на что не согласны Ведь до суда дело доходило Да высшим властям прошение подавали Ну, вот я и решился, наконец, пресечь, так сказать, твердую рукою корень зла Основить, наконец, выразумить Я им сегодня у себя свидание назначил, но уж в последний раз А там уж другие меры приму Еще, в самом деле, мучатся Пусть суд их разбирает В миротворцы и свидетель я пригласил почтенную Евгения Тихоновича Так не угодно ли и вам помочь нам, то есть в этом деле? Я с удовольствием Но не будучи знаком, кажется... А что ж такое? Это ничего Это ничего Вы здешний помещик, человек рассудительный Напротив, оно еще лучше Им нельзя будет сомневаться в вашем беспристрастии Извольте, я готов Госпожа Каурова приехали О, легка напоминет А, наконец, милости просим, Анна Ильична Милости просим Вот сюда, неугодились Здравствуйте, Николай Иванович Здравствуйте, Анна Ильича, здравствуйте А что, братец, мой Ферапонт Ильич еще не приезжал? Нет, еще, впрочем, он теперь скоро будет Неугодились закусить? Покорно благодарю Я постной кушаюсь А что ж, вот редька, огурцы, чаю не прикажете ли? Нет, нет, спокойно благодарюсь Я уж завтракала Фух, вы извините меня, Николай Иванович, я опоздала И то, слава богу, что в целости доехала Кучер-то мой, чуть-чуть меня не вывалил Скажите, пожалуйста А, кажется, дорога не дурна Ну, не в дороге дело, Николай Иванович Ох, не в дороге Ой, я вот приехала, Николай Иванович Только я никакой пользы от этого не ожидаю Нрав братца моего, Ферапонт Ильич, а мне слишком известен Ох, слишком Ну, это мы увидим, Анна Ильич Я так напротив, надеюсь, сегодня кончить ваше дело Пора Да дай бог, дай бог Я, вы знаете, Николай Иванович Я ведь на все согласна Да? Да, я человек смирный, Николай Иванович Я не прикословлю Где мне? Я вдова, беззащитная На вас одних надеюсь, Николай Иванович А Ферапонт Ильич меня извести хочет Ну, что ж Бог с ним Лишь бы деток моих Малолетних не погубил А уж я что? Ну, полноте, Анна Ильич, полноте Вот я вам лучше представлю нового нашего помещика Алубкина Антона Семеновича Очень радость, очень радость Он, если позволите, также будет участником в нашем деле Ну, согласна, Николай Иванович Я на все согласна По мне хоть весь уезд Всю губернию позовите У меня совесть чиста Да, Николай Иванович Они, я знаю, даже за меня заступятся Они не дадут меня в обиду Ну, а вы как в своем здоровье, Евгений Тихонович? Хорошо Что мне делается Покорно благодарю Как у вашей детки, Анна Ильинична Слава Богу, пока еще живы Ох, долго Скоро Скоро они совсем осиротеют, бедняжки Да полноте Зачем вы это говорите, Анна Ильинична? Вы еще нас всех переживете Матушка Как это, зачем я это говорю? Отец мой Стало быть, есть причины Клюш, я не могу промолчать Да, тут вот оно и есть А еще, кажется, судья Стану я говорить без доказательств Ну, какие же доказательства? Ну, что вы нас морочите? Ну, 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 полноте, полноте, Анна Ильинична Присядьте, успокойтесь Мы это все разберем Господин Беспандин Изволили приехать А, наконец Ну, проси, разумеется Здравствуйте, Николай Иванович А, здравствуйте, здравствуйте, Ферафонт Ильич Однако мы заставили себя подождать Виноват, виноват, Николай Иванович Такая вышла задача Здравствуйте, Евгений Тихонович, судья неумытный Как вы поживаете? Здравствуйте Вообразите Здравствуйте, сестрица Здравствуйте Вообразите, что меня задержало Представь себе, у меня седло мое украли Ай-яй-яй Да-да-да И кто украл, неизвестно Делать нечего, взял седло у стремянного Я ведь, вы знаете, всюду верхом езжу Седло оказалось примерское, полейтерское, рысью Ну, просто нет никакой возможности Ферафонт Ильич, позвольте вас познакомить Алуфкин Антон Семенович Здравствуйте Очень приятно Вы охотник? То есть, это в каком смысле охотник? Ну, в каком смысле? Ну, разумеется, в каком? До дичи? До собак? О, нет, я собак не люблю А из ружья в сидячую птицу стреляю Сидячую? Да В сидячую! Ха-ха-ха-ха Однако, извините, господа Позвольте прервать ваш любопытный разговор Мы о собаках и сидячих птицах в другое время поговорить можем Вот, а теперь предлагаю, не теряя времени Приступить к нашему делу, для которого мы собрались Мы и без Петра Петровича начать можем Евгений Тихонович, как вы думаете? Пожалуй Ага И потому, Ферафонт Ильич, покорно прошу вас присесть И вас также, Антон Семенович Борис Господа Николай Иванович Николай Иванович Я вас душевно уважаю И всегда уважал И теперь вот по вашему желанию приехал Только позвольте вам наперёд сказать Если вы надеетесь Какого-нибудь толку добиться От почтеннейшей моей сестрицы То предупреждаю вас? Вот видите, Николай Иванович Вот вы сами теперь видите Позвольте, позвольте Позвольте, позвольте Ферафонт Ильич и вы, Анна Ильинична Я должен вас попросить сперва меня выслушать Я имел удовольствие пригласить вас Обоих сегодня к себе для того, чтобы покончить, наконец, ваше распори Какой пример? Посудите сами Брат и сестра От одной, так сказать, утробы рождённой Позвольте, Николай Иванович Господин беспондент Прошу не прерывать А вы что мне за наставник? Я вам не наставник Но будучи приглашён Николаем Ивановичем для... Да, Ферафонт Ильич Я их пригласил вместе с почтенным нашим Евгением Тихоновичем в посредники Ферафонт Ильич Анна Ильинична, я обращаюсь к вам Как? Брат и сестра От одной, так сказать, утробы рождённые Не могут жить в ладу, в мире, в согласии Ферафонт Ильич Анна Ильинична Образумитесь, я вам говорю Ведь для чего всё это я говорю? Я это для вашего же блага говорю Да ведь вы, Николай Иванович, не знаете, что это за женщина Ведь вы послушайте к её Ведь это же Бог знает, что такое Помилуйте А вы сами-то что? Вы кучера моего подкупаете? Вы девок ко мне с отравой поцелаете? Вы моей смерти добиваетесь? Я даже удивляюсь, как я до сих пор уцелела ещё, господа Какого кучера я подкупаю? Что вы? Что вы? Да-да, сударь Что это за дичь, господа, господа, оставьте это ради Бога Анна Ильинична Ферафонт Ильич, ну что за охота упрекать друг друга? Не лучше ли позабыть прошедшее? Ну, право, послушайтесь меня, помиритесь Примите друг друга в объятия Ой, боже мой Вы не отвечаете? Да что помилуете? Да как же это возможно? Да если бы я знал, я бы ни за что не приехал Я тоже бы не приехала Как же, а вы мне сейчас говорили, что вы на всё согласны? На всё, только не на это Эх, Николай Иванович Позвольте вам сказать, не так вы дело повели Вы им толкуете о мире, согласии Разве вы не видите, что это за люди? А как же, по-вашему, Евгений Тихонович? Да вы для чего их пригласили? Для дележа? Да Ведь от этого у них и ссора идёт Пока они не поделятся, ни вам, ни мне Никому не будет покоя И мы в этакие-то жары Вместо того, чтобы дома сидеть Будем трястись по дорогам Так приступимте же к дележу Коли вы их надеете уговорить Ага Где план? Вот Ну, приступимте к дележу Я вам заранее объявляю Что я на всё согласен Что Николай Иванович скажет Тому и быть И я тоже Посмотрим Ах, вот что похвально, то похвально Вот, извольте посмотреть планы Вот Вот это имение Нам приходится поровну разделить Между отставным коллежеским регистратором Ферапонтом Беспандиным И сестрой его Вдовой-подпоручика Анной Кауровой Поровну, заметьте Так сказано В завещании покойной их тётушки Архитекторской вдовы Филоколосовой Старуха перед смертью Из ума выжила Ну, что бы всё оставить мне И не было бы никаких неприятностей Лишь вы какие Ну, так законную бы часть вам определила Да, да Да что от бабы ждать путного Правда, вы, говорят Каждое утро Её волонку чесали добыли А вот вы и солгаем Стану я пса чесать Как же Такая я женщина Вот вы другое дело Вы известный собачник Вы, говорят, вашего пса Самую морду целуете Господи Господи Господа Я должен вас попросить Обоих несколько помолчать Так вот Вот уже более трёх лет Как их тётушка скончалась И с тех пор Представьте Никакого решения Так, так, так Наконец я согласился Быть между ними посредником Потому что Это, вы понимаете, мой долг Но, к сожалению До сих пор Ни в чём не успел Вот видите В чём главное затруднение Так Господин Беспандин И сестрица Их не желают Жить в одном доме Ага Стало быть Усадьбу Следует разделить Так А разделить её Нет никакой возможности Ну, я отказываюсь От тёткина дома Бог с ним Как вы отказываетесь Как вы отказываетесь Да Да Но я надеюсь На вознаграждение Ну, конечно Это требование Справедливо Николай Иванович Николай Иванович Это хитрость Это с его стороны Уловка Николай Иванович Он через это Надеется получить Самую лучшую землю Конопляники И прочее Но что ему дом У него свой есть А тёткин дом Без того куды плох Клён так плох А конопляников Я не уступлю Помилуйте Я вдова У меня дети Что я буду делать Без конопляников-то Посудить сами Клён так плох Воля ваша Да дайте же ему Договорить-то Клён так плох Уступите его мне И пусть вас Вознаградят Да Ага Знаю я Эти вознаграждения Какую-нибудь Десятинку негодную Камень на камне Или того хуже Болот какой-нибудь Где один тростник Который даже Крестьянские коровы Не едят Да такого болота В вашем имении Нету вовсе Да не болот Что-нибудь другое Что-то хуже Нет Нет Вознаграждения Покорно Благодарю Знаю я Что это за вознаграждение Что у вас в уезде Все женщины таковой Бывают и хуже Господа Господа Позвольте Позвольте Я должен вас Опять попросить Несколько помолчать Я Вот что предлагаю Мы теперь Сообща Разделим Всю дачу На два участка В одном Будет заключаться Дом с усадьбой А к другому Мы несколько Лишней земли Прибавим И пусть Они потом Выбирают Я согласен Я согласен А я Не согласна Почему же вы Не согласны А кому первому Придется выбирать Мы жребедь Жребедь Сохрани Господи И помилуй Что это вы Да ни за что На свете Алимы Нехости Какие Ну вы Выберите Я все-таки Не согласна Да отчего же Ну как же Я стану выбирать Ну а если Я ошибусь Позвольте Однако Отчего же Вы ошибетесь Участки Будут равные А если Какой получше Выдет Ферапонт Ильич Вам предоставляет Право выбора А кто мне скажет Какой лучше будет Нет Николай Иванович Нет Это уж Ваше дело Уж вы батюшка Потрудитесь Назначите сами Какой вы участок Мне назначите Тот я и возьму И довольна буду Ну пожалуй Итак Дом со службами И с усадьбой Предоставляется Госпоже Кауровой И с садом Разумеется с садом Как же дом без сада-то быть Да и сад-то дрянь Всего пять-шесть яблони Яблоки кислые-прикислые Вся усадьбе Гроша не стоит Так предоставьте ее мне Боже мой Итак Дом с садом И со службами И вся господская усадьба Предоставляется Госпоже Кауровой Хорошо Ох хорошо Слава Богу Вот слава Богу Наконец-то все Да Ваше здоровье Спасибо Ну поздравляю вас Ваше здоровье Будьте здоровье Николай Иванович Николай Иванович Ни за что Не извольте перебивать Сударьи Да что же это Да что же это Во сне я что ли Да после этого Я даже не знаю Что и сказать Общий пруд А Да я таки лучше От дома откажусь Да позвольте вам Однако заметить Что Ферафонт Ильич Нет батюшка Нет Не извольте беспокоиться Знать я вас Чем-нибудь обидела Николай Иванович Выслушайте меня Анна Иванович Вы толкуете о дворах О коноплянниках А ваш братец Может к другому участку Присоединить Двадцать четыре Десятины земли Двадцать четыре Десятины Николай Иванович Не говорите Не говорите Вы бы одно вспомнили Николай Иванович Я вдова За меня заступиться Некому Дети у меня малолетние Вы бы хоть их пожалели Николай Иванович Это уже слишком Слишком Нет Это слишком Стало быть Вы находите Что мой участок Лучше вашего Двадцать четыре Десятины А Да нет Скажите Лучше Да помилуйте Двадцать четыре Десятины Да вы отвечайте Лучше 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 Да ты что это Батюшка На меня все Вскидываешь Господа Он сумасшедший Я все-таки Опять вас спрашиваю Анна Ильинична По-вашему Мой участок лучше Ну да лучше Земли больше Земли больше Да Ну так поменяемте Ну что же мне отвечать Ну а что же мне без дома то быть Ну а что же мне после этого и деревня Да коли мой участок лучше Отдайте мне дом И возьмите себе Эти двадцать четыре Десятины Анна Ильинична Анна Ильинична Ну будьте же Наконец благоразумны Последуйте Примеру Вашего братца Я Я сегодня Не нарадуюсь Глядя на него Вы видите Сами вам Всевозможные Делаются уступки Вам остается Только Объявить Ваше желание Насчет выбора Я уж сказала Что я не намерена Выбирать Ну вот вы не намерены Выбирать И не соглашается Ни на что Помилуйте Я вам должен заметить Анна Ильинична Что Сил моих Не достает Если сегодня Мы опять Ничем не покончим То я уж не намерен Более служить Посредником между вами Пусть суд вас делит Ну Скажите нам По крайней мере Что вы желаете Я ничего не желаю Николай Иванович Я на вас полагаюсь Николай Иванович Однако вы мне Не доверяете Ведь Надо же Это покончить Анна Ильинична Помилуйте Ведь третий год Ну Скажите На что вы решаете Ну что мне вам сказать Николай Иванович Я вижу Вы все против меня Вон вас пятеро А я одна А я женщина Конечно вам легко Меня запугать А у меня Кроме Бога Нет защитника Я в вашей власти Делаю со мной Все что хотите Однако это не простите Наконец вы Бог знает Что говорите Нас пятеро А я одна Да разве мы чем-нибудь Вас принуждаем А как же Это ужасно Да бросьте ее Да постойте Антон Семенович Анна Ильинична Матушка Выслушайте меня Скажите нам Что вам угодно Оставить при вас дом Что ли И уменьшить Долю вознаграждения Вашего братца И насколько уменьшить Вообще Какие ваши Условия Ну что мне вам сказать Николай Иванович Конечно мне с вами Не сладить Но Господь Нас рассудит Николай Иванович Ну послушайте Вы я вижу Недовольны Воим предложением Да отвечайте же Оставьте Вы видите Женщину с норовом Ну да Недовольна Прекрасно Так скажите же нам В чем Ваше неудовольствие Состоит Этого я не могу сказать Отчего же вы Не можете Не могу Да вы меня Может быть Не понимаете О Я вас Слишком хорошо Понимаю Николай Иванович Ну так скажите же нам Наконец Последний раз Чем вас Можно удовлетворить На какие предложения Вы бы изъявили Своё согласие Нет-то извините Николай Иванович Силы или что хотите Можете со мной сделать Я женщина А с моего согласия Извините Я умру А своего согласия Не дам Вы женщина Да Нет вы Чёрт Вот кто вы Вы сутяга Антонтия Батюшки Батюшки Ну что же Слушай Я старый солдат Я даром грозить не стану Эй не дурацца Опомнись А то худо будет Да я не шучу Слышишь Если бы ты возражала путём Я бы ничего не говорил А то ты упираешься Как вол Баба Берегись Говорят тебе Батюшки Антон Шемёныч Батюшки Антон Шемёныч Я признаюсь Николай Иванович Это моё дело Милостивый государь Позвольте узнать С какого права А что это Заступаете за вашу сестру Вовсе не за сестру Мне моя сестра Вот что Тьфу Я за честь фамилии За честь фамилии А чем это Я вашу фамилию оскорбил Как чем оскорбил Вот это мне нравится Стало быть по вашему Всякий заезжий чудак Что Милостивый государь Что Милостивый государь А вот что В чужом доме Ругаться неприлично Вы дворянин И я дворянин Так не угодно ли завтра На чем хотите Хоть на ножах Батюшки Господа Господа Батюшки Что вы это Как вам не стыдно Помилуйте В моём доме Вы меня не запугаете Милостивый государь Да я вас не боюсь А ваша сестра Неприлично сказать Что она такое Согласна А вас никогда не Проговорите Господа 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 Пётр Петрович Пехтерьев Прошли Здравствуйте Мой любезный Николай Иванович Моя посиня Пётр Петрович Что ваша супруга Господа Здравствуйте Здравствуйте Моя жена Здорово Слава Богу Извините Я опоздал А вы вижу уже без меня начали Очень хорошо сделали Как ваше здоровье Евгений Тихонович Благодарю вас Феропонт Ильич Анна Ильинична Мерси Аааа И ты тут Убогий Тут Я Ну что Подвигается дело Ну этого нельзя сказать Неужели Неужели А я так думал Эх господа Господа Это нехорошо Да Позвольте мне старику Побронить вас Надо кончить Надо кончить На чем я вас прервал Нет вы нисколько Нас не прервали Петр Петрович Вы даже очень Кстати приехали Дело вот что А это что Планы Да Планы Вот видите Петр Петрович Мы никак не можем Добить толку Не можем То есть Согласить Господина Беспандина С их сестрицей Я признаюсь Даже начинаю Сомневаться в успехе Я готов Отказаться Напрасно Ну напрасно Николай Иванович Немножко Терпения Предводитель Это должно быть Олицетворенное Терпение А вот Господин Беспандин Согласны А сестрица Их не только Не согласна Ни на что Она даже вообще Не хочет объявить Своего желания Как говорится Ни труд Ни ну Так А знаете ли что Николай Иванович Конечно вам лучше знать А я бы На вашем месте Не так разделил Эту дачу А как же Я может быть И вздор скажу Но вы извините Старика Мне кажется Я бы вот как разделил Позвольте карандаш Вот карандаш Спасибо Я бы Николай Иванович Вот как Посмотрите Отсюда Вот сюда Отсюда сюда Отсюда вот куда И отсюда наконец сюда Петра Петрович Петра Петрович Помилуйте Во первых Эти участки Выйдут Неровные А что Что же за беда А мне Этак очень нравится То есть как А вот как Петра Петрович Разделил Позвольте Взглянуть Пожалуйста Воля ваша А только я С Петром Петровичем Согласна Это ужасно Ведь не видел Он ничего А то даже толкует А ты почему знаешь Батюшка Видела я или нет Ну коли видели Так скажите Какой вы себе Участок берете Какой Какой Вот этот вот Вот что с рощей Да с сенокосом Да где земли побольше Да 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 Все вам одним отдать Да Оставь Оставь Терапонт Ильич Да да По вашему как По моему Кли Правду говорить Это неудобно будет Впрочем Я готов Согласиться Если мне Этот участок Дадут И я готова Согласиться Если мне Этот участок Отдадут Какой Какой А вот что Братец мой Для себя Спрашивает Вот говорите После этого Что она Ни на что Не согласна Однако позвольте Позвольте Нельзя Двоим Один и тот же Участок Определить Надо чтобы Один из вас Пожертвовал Оказал великодушие Ну взял похуже Ну конечно Смею спросить Для какого Дьявола Буду я Оказывать Великодушие Для какого Какие вы Однако Странные слова Употребляете Для вашей Сестрицы Вот Тина Ваша Сестра Не забудьте Принадлежит К слабому Полу Она Женщина А вы Мужчина Она ведь Женщина Ферапонтович Нет Это я вижу Философия Пошла Какую же вы тут Философию Находите Философия Однако Меня это удивляет Вас Господа Это не удивляет Меня Меня сегодня Ничто удивить Не в состоянии Вы мне можете Сказать Что вы Родного отца Своего съели Я не удивлюсь Я поверю Господа Господа Позвольте Мне сказать слово Любезнейший Пётр Петрович Самое их как бы Снова возгоревшее упорство Доказывает вам Что Ваше разделение Не совсем удачно Неудачно Позвольте Почему же неудачно Это следует доказать Я не спорю Может быть Ваше предложение Прекрасно Но И о моём предложении Тоже нельзя судить С первого взгляда Положим Пётр Петрович Ваше предложение Отлично Превосходно Но Главное дело Надо Поровну Разделить Вот в чём Задача Так Впрочем Конечно Вам лучше знать Конечно Я в этом случае Не могу С вами тягаться Моё предложение Вы говорите Неудачно Да нет Пётр Петрович Нет Пётр Петрович А я понимаю Почему Николай Иванович Так на своём Настаивает Что Вы хотите этим сказать Сударыня Объяснитесь Да уж Я знаю Николай Иванович Нет Я прошу Объясниться Николай Иванович Намерен Ферапонт Ильича Рощу За бесценок купить Так вот От этого Он так и старается Чтобы она ему Досталась Да-да Позвольте Вам заметить Анна Ильинична Что Вы забываетесь А вы Нас Не по чистой Совести Делите Не по справедливости То есть А как Для вас Выгоднее О это Слишком Вот и вы Теперь тоже Говорите Всё это Запутано Да Признаюсь Темно И запутано Да Это наконец Всякого Выйдет Истерпение Что тут Запутанного Что тут Темного Вы напрасно Горячитесь Николай Иванович Помилуйте Когда меня Бог знает В чём подозревает Меня Предводителя У достойного Лесного внимания Дворянства Помилуйте Ещё бы Не горячиться Когда здесь Задевают Мою честь Вашей чести Никто не задевает А что Касается До предводительства То поверьте Николай Иванович Не всегда Выбирает Самых достойных И если Кого отставили То это не значит Что он Недостойный Впрочем Я это конечно Говорю Недлева Понимаю Понимаю Петр Патриевич Что вы это На свой счёт Изволите говорить Да и на мой Кстати Ну что ж Извольте попытаться Выборы близко Может быть На сей раз Дворянство Откроет Наконец Глаза Может быть Оно Наконец Оценит Ваши Настоящие Достоинства Если Господа Дворяне Почтут Меня Своей Доверенностью Я не Откажусь Не беспокойтесь И тогда У нас Будет Настоящий Предводитель Оно Я не Сомневаюсь Да 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 Ну вы поймёте Теперь Что после всех Этих оскорбительных Намёков Мне было бы Совершенно Неприлично Вмешиваться В ваши дела А потому Николай 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 Иванович Пожалуйста Сделайте Одолжение Извините Нас То есть Вот эту Глупую Бабу Ведь Она Всему Причина И слышать Ничего Не хочу Повторяю Вам Делитесь Как хотите Сами Мне до этого Дела нет И сил Выбил Николай 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 А всё Ты Безмозглая Хорошо 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 Вот так Её Вот так Вот так Петро Петрович Батюшка Заступись За меня Вы же его Не знаете Он меня Зарезать готов Это же Изверг Это же Убийца Он меня Несколько раз Уж отравливал Батюшка Молчит Сумасшедшая Николай Иванович Сделайте Одолжение Николай 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 Да Слушай Что же это такое Наконец Становой Пристав Порфирий Игнать Нагланович Николай Иванович Я к вам Его превосходительство Изволило Вы опять Вы опять За мной Опять На счет Козла Опять Что Что с вами Что это за человек Вы не узнали Меня небось Олупкин Олупкин Помещик Отстаньте Ваш козел Судебным порядком Пошел Что А я совсем Не к вам Я к Николаю Ивановичу Да я Милостивый Государь Ни на что Не посмотрю Я Черт возьми Я вам Не козел Дался В самом деле Да это Сумасшедший Какой-то Николай Иванович Возьмите Бумаги Обратно Стойте Господа Слушайте Гос Ой Николай Позвольте У меня Кажется Как будто Голова Кругом идет Дележ Козел Упрямая баба Помещик Из Тамбола Вдруг Неожиданный Становой Роща За бесценок У меня Не чистая Совесть Нет Это уж Слишком Извините Господа Я Не в состоянии Николай Николай Я ничего Не понимаю Что вы мне Говорите Я не в силах Я не могу Я не могу Николай 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 Однако Это прекрасно Хозяин Ушел А что же нам Остается делать Да бог с ним Ты-то когда нас Батюшка Делить-то будешь Я Да Покорный слуга Петр Что это вы Вы меня Должно быть За другого Принимаете Что за суматоха Герасим Поди скажи Николаю Ивановичу Что мне надо С ним по делам Службы поговорить Слушаюсь Вот мы У праздника Эх Ты Проклятье Всем бабам Отныне И вовите Ну уж я По крайней мере Тут ничем Не виновата Николай Иванович Приказали Сказать Что никого Принимать Не могут Они В постель Ложат Ну значит Гости-то Угостили Его Делать нечего Оставлю записку Мое почтение И всей Компании Господин Становой Пристав Мы С вами Увидимся Слышите Вы Честь имею Вам кланяться Господа Да постойте Постойте Куда вы И мы Все с вами Петр Петрович Батюшка Да куда Рассудите Нас Батюшка Евгений Направиться Мы Засядем В преферанс О И то Дело Да в таких Случаях Нехудо Выпить А что Выпьем Мирволин Выпьем А какова баба А Это и мою Глаферу Андреевну За поезд Заткнет Вот тебе И полюбовный Делеон Редактор субтитров